здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас спортивный выпуск потому что речь пойдет у нас о тех людях которые дарят нам спортивные результаты спортивные новости впервые за 10 лет у меня такая информация значит наш лебедский спортсмен стал чемпионом европы по греко-римской борьбе это так спрашиваю я у тренера спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам московской области станислава алексеевича есина это так да это так 10 лет даже знаете как 10 лет назад вот наш тоже воспитанник нашей спортивной школы на первенство мира бронзовую медаль принес вот и это был успех ровно 10 лет на 10 лет прошло и вот вадим сейчас стал победителем первенства европы давайте мы представим теперь вадим драгушан чемпион европы воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам московской области а 10 лет назад вам сколько было лет 14 лет 14 лет то есть 10 лет 10 лет назад сколько 10 назад сколько было 10 лет назад сколько четыре года четыре года то есть четыре года не знала на что чем вообще что такое чемпион какие ощущения у чемпиона должны быть ну никак не отличается обычная жизнь да ну ладно но все-таки а вот чё за медаль то у вас здесь что на медали написано и 15 европа чемпионшип давайте мы покажем сейчас нашим телезрителям значит это 15 лет да так и по ним возрастная категория 15 лет включительно 15 лет и но тут на английском языке написано европейский чемпионат 6 9 июля 2023 года венгрия верно да все правильно то вот такая сейчас это редкость вот чтобы венгрии это ж и на он не онлайн это все в реальности как проходило все как подготовка шла ну подготовились уже готовились когда конкретно к первенство европы сделали сначала здесь подготовка была то есть вадим выиграл первенство россии вот и попался команду сборная команда россии вот сколько человек было то ну 10 весовых категорий участвовала на первенстве европы там в каждой весовой категории по четыре человека пригласили то есть тройку до четыре лучших спортсмена россии они готовились на сборах вот московской области княжи дали сборы есть это сербаховской район насколько они всех четвером выступают нет выступает только один человек да можно сказать было полуфинал да нет они не отбирали что по составу уже по результатам первенства россии спортсмен который победил стал победителем первенства россии он все автоматически да он автоматически уже едет на первенство европы но если не происходит каких-то там критических ситуаций может и какие-то травмы проблемы со здоровьем там может визу не дали или что-то там даже такой может быть такой тоже может быть тут все совпало у нас все совпало да вот у наших старших старшего возраста до двадцати лет они в начале по моему июня у них в испании должно быть первенство европы они тоже готовились и к сожалению страна до испания не дала не дала визу ни одному человеку ну такие часа временам возвращаемся к вадиму вадима вы посмотрели хоть страну то или все тренировки и тренировки успели где проходил в каком что за город называется капос вар большой ну да папа гуляли потом уже поздно какой-то грустным у нас печальный такой вадим так как будто бы он не золото выиграла бронза или серебро ну наверное все должны быть такие люди которые единоборствами занимаются вадим а вот вы ну четыре года вам было когда вот совершилась бронза да и в этом о первенстве когда впервые пришли кто вас привел или вы сами захотели ну я сам захотел найти начать тренироваться пришел в зал в семь лет семь лет до ноутом футбол волейбол баскетбола вы решили прямо поединобой или вы в несколько направлений нет только сразу пришел на борьбу а почему у вас какое-то ваше желание или может быть в семье кто-то занимался да нет было мое желание да семь лет и это в общем такой нормальный возраст когда вот начинается рождение звезды скажем так чека который может стать чемпионом с какого возраста но вообще у нас набор по федеральным стандартам раньше всегда существовался с 10 лет с 10 с 10 лет официально можно заниматься борьбой сейчас стандарты поменяли уже с 7 лет можно официально заниматься борьбой то есть когда вадим пришел получается у них больше было общая физическая подготовка до меньше я имею ввиду опасностей больше да да но можно сказать общая физическая подготовка с элементами греко-римской борьбы вот а потом уже до более но через несколько лет потому что селекция такая большая идет кто-то отсеивается кто-то приходит заново и остается к сожалению очень мало детей потому что вид спорта тяжелый а сейчас вам вадим уже сколько лет 14 14 да ну то есть уже почти 15 лет да и получается что 7 лет вы как бы до половину своей жизни начать занимается греко-римская борьба и кажется уже никогда уже не остановится даже если на каком-то этапе поменяется все равно основные этапы борьбы он уже знает да вот вообще она развивается как-то греко-римская почему вы ее выбрали вижу там всякие не будем называть разные есть есть бокс например почему именно греко-римская чем она вас так плести но больше всего понравилась мне греко-римская борьба а вы выбирали по какому принципу куда-то ходили смотрели на соревнования кино смотрели принципов не было возле дома была просто секция а записался понятно друзьями ходили так сам пошел ну сначала сам пошел потом уже познакомились с ребятами вместе ходили понятно это семь лет прошло это как-то не мешало вашей жизни тренировки вас как вообще день ваш выстроен вот особенно перед подготовкой к чемпионству сколько тренировок у вас ну я вставал утром делал зарядку про на сколько вы вставали вставал в 6 как как в армии так 6 потом шел в школу и потом вечером на тренировку и сколько по времени тренировка но 20 часа два часа да это тоже стандарт до такой вот три тренировка потому что езжи школы лишь никуда не денешь как бы надо широкий делать когда-то ну просто есть определенная норма часов которые мы должны вырабатывать в зависимости от возраста спортсмена зависит кто-то как-то быстрее продвигается кто-то гибче наверно того и у каждого человека я думаю есть свои определенные качества до которые ему помогут в виде спорта вот кому-то не дано бороться кому-то дано бегать например человек если понимает он переходит там легкую атлетику у него результат намного выше становится но дело в том что вот вы говорили да это понимаю что от 7 до 10 лет все равно проходит такой этап но усиленной подготовки да и и бег другие до силовые какие-то виды спорта вот тот же вопрос который я адресовал нашему чемпиону и вам хочу тренеру чемпионов греко-римская борьба каковы и вообще сегодня стандарты потому что все как-то у нас огромное количество у нас даже по моему передач пока не было никого из греко-римской борьбы вот благодаря вашему выступлению мы сегодня хотим узнать что нового чем она отличается от всех от самбо например которая сегодня культивируется очень сильно греко-римская борьба это во первых это олимпийский спорта олимпийская дисциплина есть к чему стремится выше достижения до любого спортсмена нашем виде спорта это олимпийские игры до золото олимпийских и как мы стремимся каждый наверное ребенок который уже с осознанием приходит тренироваться он ставит себе наверное цель ну да стать олимпийским чемпионом если что-то умеешь понимаешь что конечно да все более что как бы там чего не происходило ведь уже потихонечку идет какое-то возвращение в тех или иных видах спорта на олимпийские скажем так подмостки есть возможность так а еще но наша именно греко-римская борьба до заключается в самое элементарно это положить соперника на лопатки вот как ни крути на лопатки положи на лопатки выложить да но у нас например если сравнить там с другими видами спорта вот тоже борьба например тоже дзюдо да или тоже самбо у них другая спортивная форма не водится в куртках то есть там захваты за куртки броски за куртки у нас такого нет нас борцовской трико и за трико нельзя хватать и все захваты до либо за корпус за руки то есть более физиологическое скажем так составляем можно так сказать вадима но вы же знаете тоже другие виды спорта и в принципе я так понимаю тем более уже чемпион все равно же вы сравниваете знаете наверное какие то тоже подходы вот можно вообще сделать такого борца чтобы он любыми пользовался надо дзюдо включил надо греко-римскую борьбу надо поставленный удар как у боксера или все-таки лучше чем-то один заниматься ну все же лучше чем-то одним заниматься и если заниматься заниматься этим хорошо а вы на ком тренируетесь у вас существует я имею ввиду но вы как делитесь на команды и как происходит ну как это правильно называется во время партнера спарринг-партнер да ну да у нас зале есть спарринг-партнеры с кем можно тренироваться там же по весу надо еще по весу по возрасту вы все время выигрываете или вас тоже иногда на лопатки кладут на тренировки тоже выигрываю она она лопатки кладу но он бывает бывает а вот но я понимаю что видите нас вадим пока еще не подготовился когда есть спортсмены такие медали мало речь льется прямо на сто процентов поэтому мы вас готовим скромный до скорого будущего выступлениям станислав если скажите вот спортивная школа олимпийского резерва московской области да вот вы уже сказали что большое количество спортсменов в этом принимала участие я имею ввиду ну до того как мы вышли уже на венгерский трек как сейчас модно говорить вот вообще давно существует школа спортивная школа на риску резервно насколько я знаю она по-разному может быть называлась да да там менялись название думаю я не могу сказать сколько лет но больше десяти пятнадцать сколько работаете я работаю вот семь как как раз получаем как он пришел так чемпионы вырастил да а сами вы до этого я так понимаю тоже участвовали соревнования раньше тоже тренировались я тренировался в москве колледж у нас был спортивная школа спарта называлась вот достаточно в то время когда мы тренировались очень хорошая школа была то есть из нее в за последние годы там за последние 15 лет два олимпийских чемпионов вышло как раз таки двадцать первом году в олимпийский чемпион 97 килограмм мусай улов до него там 2008 году ислам альбеев тоже олимпийский чемпион как бы и самое главное что они трения тренировался вместе с ними вместе с ними в одном зале и у одних тренеров можно так сказать видите теперь вы тренируете чемпионов тоже хорошо но сейчас сделаем небольшую паузу напомню что говорим мы о греко-римской борьбе любятся у нас территория спорта здесь у нас бывали представители представители разных спортивных направлений но не так уж часто чемпион европы по к нам приходят в гости тем более как правильно давайте назовем чемпион европы до 15 лет да или как дали либо чемпион европы до 15 лет и победитель первенства европы до но до 16 лет 6 до 15 включить молодежные в общем-то в юноша юношеский да там два шага и уже взрослый вот сейчас сделал перерыв и вернемся в студию продолжим напомню что эта программа открытый диалог сегодня говорим о европейских достижениях по греко-римской борьбе наших молодых кстати тренер молодой у нас и участник молодой и так выясняется что когда вадим драгушан а он чемпион европы воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам пришел вернее пришел и вместе с ним пришло фактически станислав сече есть тренер это же спортивной школы мы выяснили что 10 лет тому назад когда вадиму было всего четыре года бронзу завоевали на таков на такого рода первенстве и вот через какое-то время вадим подрос и устроил такой триумф и получил медаль вот вы грустный такой сидите печально но это мы привыкли к борцам спортсменам не медаль то когда вам вручали у вас как к какое ощущение было но неужели у вас хоть внутри там я сделал это но были чувства радость да кто поздравлял то из родных близких кто вообще за вами следит кто переживает именно за ваши спортивные достижения но многие следили многие переживали все родственники все близкие друзья а мама переживала мама в первую очередь на период тоже все-таки борьба но слава богу не бокс думает на мама я так дано в любом случае а вы как позвонили оттуда или что позвонил сказал то что выиграл все радовались вот эти как очень интересно ты сам сейчас что такое когда человек выигрывает для тренера для тренера на этом как бегали не бегали там вокруг или просто сели успокоились дело сделано нервничали нервничал она больше потому что когда ну соревнования внутри страны проходят все всегда там присутствую я как бы вижу это где-то могу что-то подсказать где-то скорректировать какую-то борьбу вот когда он борется в другой стране к сожалению не было возможности туда поехать флюиды флюиды отправили получается вот мы с ребятами собирались тоже который тренируется вместе с вадимом мы собирались на улице смотрели видео но вот онлайн смотрели трансляцию болели переживали онлайн трансляция была в прямом эфире то все кто знал что он борется все смотрели все наблюдали все нервничали переживали то есть поддержка была я так понимаю в зале там особо-то поддержки наверно не было в силу разных сегодняшних причин а вот интересно как проходил то сам финал вот давайте спросим сначала вадима как он легко прошел быстро прошел или были сложности кто ваш был там как по на по количеству очков набранных или какой-то был един последний бой что называется ну в финале я положил на туши соперника так это что такое на лопатке положил положил сколько времени ушло на то чтобы положить соперника минута 1 минуты 1 минута 5 секунд а соперник из какой страны из армении из армении так по росту по весу вы подходили может маленький был одинаково одинаково ну и как шла борьба сразу так прям все хорошо пошло там же я так понимаю кто быстрее да или были ошибки но были ошибки на улетел на два балла потом смог сдрогнули все до во время онлайн чуть-чуть нервничали хорошо и послушаем 3 ну это конечно очень такой сложный момент наблюдать за такими событиями прямо немножко и пандемию за напоминает как не можешь поучаствовать в жизни фактически родного человека потому что вы же спортсмен выступает какие были ощущения что вот минута там за минута 5 секунд это в общем-то для спорта это много когда время кажется давайте когда там футбольный тренер бегать сила давайте никто не знает когда она закончится не на самое самое на тяжелое было это перс хватку дождаться то есть у нас же олимпийская система на вылет идет сначала 1 8 1 4 ты так дальше то есть если ты выигрываешь встречи ты проходишь следующий этап схватка так самые первые даже нет ни ждать первую схватку было тяжелее всего то есть соревнования начались там по распорядку они же борются то есть два-три часа с утра просыпаешься ждешь эту схватку и нервничать когда уже схватка начнется то есть ты сам просто вам уже да уже думаешь чтобы они уже отборолись боже результат узнать хотелось бы ну 1 схватка прошла он уверенно там досрочно завершил встречу уже поспокойней стала вторую схватку тоже досрочно завершил тогда мы начали уже предполагать что дело может закончиться медалью или в себе они не культивировали честно говоря как бы мы не знали вообще соперников которые там никого никогда не видели никогда потому что мы первый раз боролись на таком уровне и принципе не знали вообще чего ожидать но когда первый круг прошел да все соперники были видны да а ясно было примерно кто уже можем могли то может кто может да по какой но упасть по турнирные таблицы дальше продвинуться и кто на кого выходит то с кем будет бороться уже примерно было понятно и было пару человек таких ярких с которыми наверное тяжелые встречи могли получиться вот например азербайджане суд я смотрел такой крепкий у нас пронесло да мимо нет нет он полуфинале попал на него и спокойно уверенно вообще без шансов он его выиграл поэтому не вадим был очень хорошо готов вадим а вы созванивались как то на онлайн было вас с тренером по ходу дела сговорил он нам еще отказывали тренеры даже можете не говорить на тренинг же все данные знают какие-то ну не то что слабые стороны а вот какие-то моменты где расклейка произошла да ну к счастью на сагоне произошло нигде не расклеился нигде не поплыл и было все нормально хорошо было что там был как вот это как разведчик как штирлиц там выступал ну а как там после того как вам вручали медаль что-то вам говорили вот я вижу диплом еще здесь есть да на диплом да тоже давайте покажем этот диплом тоже вот который заработан вот здесь все красиво на иностранном языке написано но все понятно вот а чего вы его красивую это не сделаете золотую рамку как все так владимир как так все или вы считаете наверно что у вас впереди еще столько медалей что да а сколько кстати до этого в разных соревнованиях же вы участвовали в каких какие у вас достижения еще ну я выиграл первенство россии так то есть золото для но также участвовал на разных всероссийских соревнованиях тоже выиграл вадим я обычно задаю вопрос всем нашим участникам особенно те кто единоборствами занимается что процентов наверно 60 все голливудские фильмы и наши сегодня современные и ну и позднесовременные там про вечную борьбу добра со злом полиция милиция или просто еще какие вы иногда смотрите на то как работают актеры причем ну на техники известных или неизвестных очень много таких фильмов или там все смешно ну не особо этим увлекательно не интересуюсь фильмами не интересует то есть и просто я почему спрашиваю имеете ввиду когда происходит драка в кино они начинают кувыркаться там все вот это да конечно постановочное но мы понимаем что и сирический будет понятие но все-таки смотрите уже уже продвигают таким образом каждое единоборство продвигает по крайней мере пытается продвинуть свою культуру а это тоже очень важно вот тут возникает вопрос в чем философия греко-римской борьбы от слова философия вот что она дает кроме спортивного успеха просто ты должен положить своего соперника на лопатке вообще борьба закаляет характер первую очередь ты когда ты тренируешься ты преодолеваешь себя где-то тебе тяжело где-то тебе больно где-то ты получил какое-то повреждение и тебе же если ты сдашься если ты остановишься то сразу сразу видно будет что но этот вид спорта не для тебя ты не можешь потерпеть не можешь показать характер как раз таки те кто не сдаются те кто преодолевают трудности терпят до конца те как раз и доходят ребята до более уже выше до финала выиграют а тут важно понять что да это очень тяжелая работа мужская вадим последний вопрос я понимаю что просто интереснее посмотреть чем отвечать на интервью но тем не менее что для вас сегодня греко-римская борьба ну вот есть жизнь до родители родные близкие там друзья и так далее она большую часть занимает вашей жизни вы пойдете куда на самокатах с друзьями к одну предположим выбора понимаешь как будто тренера с нами нет тренера в онлайне вот вы пойдете покататься на велосипедах самокатах или просто гулять либо вы пойдете на тренировку конечно я пойду на тренировку вам там лучше ну да я скажу что вот за этим коротким ответом стоит мне кажется и работа тренерская важишь наверное уже не только вы в этом принимаете участие там целый же коллектив у вас верно ну конечно у нас у нас коллектив я не могу сказать что это достижение это конкретно его достижение или конкретно мое достижение такого нет это наше достижение не только наше это во первых хочется до поблагодарить спарринг партнеров которые постоянно взяли постоянно также тренируется помогают совершенствовать свою технику также поддержка дома родители родственники которые помогают поддерживают ну в общем главные такие да вещи ну и прежде всего люди я думаю что вадим а вот если например какая-нибудь будет вечеринка провокационный вопрос вечеринка я знаете как много вам показываю это легко так вот соперника не по которой плохо себя ведет аккуратненько так его просто положить и надо ли это делать или у вас философия такая что борьба борьбой а все остальное остальное как бы вы поступили скажем правильно поступать наверно же есть такие вопросы вот боксер например да он же может так ударить человека же того и все отключится в голове ну конечно борьба борьбой так как ну это не очень правильно будет потому что человек не в равноценных условиях да ну просто тихонечко скажите ему что если ты хочешь эти на лопатки положил не веди себя так плохо верно он просто посмотрит на ваши честные глаза и успокоиться спасибо большое станислав алексеевич есин тренер спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам московской области вадим драгушан еще раз представляю чемпионы европы воспитанник этой школы ну и конечно же приятно напомнить что не просто чемпион европы а по греко-римской борьбе спасибо что пришли к нам ждем следующих золотых медалей на следующих этапах и ждем новых спортсменов и новых достижений жизнь налаживается это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания